ПЕСНЯ Сколько померкших честолюбий, Сколько великих имён забыто, забыто. А мы с вами всё живём, не переставая страдать и надеяться. Из письма одной дамы, ноябрь 1796 год. В то утро, 5 ноября 1796 года, в предпоследнее утро своей жизни, императрица Екатерина II встала рано, встать рано было в её обычае. Она считала, что это входит в профессию властителя. Служанка, как всегда, опаздывала с этим золочёным тазом для умывания. Потом пришла, а она на неё не сердилась. Хотя, как о себе говорила, она была вспыльчива и называла, говорила, что вулкан Этна – это мой кузен. Но когда я в гневе, я попросту ухожу, приказов никаких не подписываю, хожу одна и грубо ругаюсь. Нет, она умела держать себя в руках. Она говорила, что главное условие для великого властителя – уметь быть деспотом для самого себя. В 6.20 утра она выпила кофе, накормила сухариками своих собачек и, как всегда, прошла в свой кабинет. То предпоследнее своё утро, она была в смутном настроении. Ну, брак расстроился любимой великой княжны со шведским принцем. И вот главное – это вот эта гроза. Это была очень редкая для Петербурга в это осеннее время гроза, которая случилась не так давно. И когда она вышла на крыльцо, как писал в своих мемуарах Глинка, то увидела, как полыхнула молния змеевидная. И тогда она сказала вдруг – это за мной. Видно, скоро я умру. И ещё почему и она была такая особенно смутная сегодня – это вот это письмо. Это было очередное письмо, которое прислал некий граф Ферзен. В письме граф Ферзен снова описывал вот ту самую историю, удивительную историю, в которую была вовлечена русская бронесса Корф и та несчастная августейшая пара, которая погибла в Париже. Но всё, что напоминало о французской революции, было ей больно. И когда она узнала о смерти гибели на гильотине несчастного Людовика, как писал её секретарь, она попросту слегла в постель, стала больна и печальна. И теперь в кабинете она всё время думала о своей судьбе и об этой судьбе, судьбе этой несчастной пары. Своей судьбой она могла быть довольна. Как писал её недруг Мазон, все кранованные головы в Европе после смерти Фридриха не стоили этой её головы, все политические нити находились в её руках, и когда она дёргала, Европа содрогалась, как картонный паяц. В своём письме к барону Гримму она с этой немецкой пунктуальностью очаровательно наивно решила сосчитать список своих великих деяний. Сколько законов она приняла, сколько мирных договоров было, сколько войн она выиграла. Получилось 492 великих деяния. Она была права, она была права. Всё-таки 6 миллионов новых поданных, 6 кровопролитных войн, которых она вела. Это кровью её солдат были политы вот эти причерноморские степи. И Крым, это остаток этого великого когда-то ханства, напоминание об этом унижении России, всё присоединило. В Чёрном море, как она справедливо говорила, ведь русской лодки не было. А сейчас там стоял этот Черноморский флот, который на две сотни лет вперёд, как она предполагала, будет определять политическую жизнь Южной Европы. Так что прав был её канцлер Безбородко, который, обращаясь к молодым дипломатам, сказал, уже после её смерти. Не знаю, как при вас, а при нас ни одна пушка в Европе без нашего на то позволения выпалить не смела. Удачная судьба. Здесь в кабинете лежали её воспоминания. Она там действительно справедливо писала. Нет, счастье не слепо. Перефразируя любимую немецкую пословицу, счастье – это всегда талант плюс характер. С эти мемуары она посвятила своему любезнейшему сыну Павлу Петровичу. Вот завтра утром, когда она умрёт, граф Астерман, вице-канцлер, завернёт все вот эти её тайные бумаги в салфетки и потащит к Павлу, и тот будет дрожащими руками всё это разбирать, найдёт завещание, где она завещала трон. Не ему, не от внуку своему Александру сожжёт, а потом прочтёт воспоминания эту рукопись любезнейшему Павлу посвящённую. нелюбезнейшая оказалась рукопись. Когда прочтёт, содрогнётся, сделает государственной тайной. Когда Николай Первый прочтёт эту рукопись, сыну запретит читать. Там абзац был такой, пассаж. Согласно этому пассажу, любезнейший сын мог понять, что рождён он отнюдь не от императора Петра. Нет, а от фаворита рождён. Более того, когда он родился, его же унесли, и 40 дней она сына не видела. Так что мог предположить любезнейший сын Павел, что даже, может быть, не от фаворита, и, может быть, правы те слухи, которые были во дворце, что сын её сразу умер, и подменили его каким-то случайным сыном, рождённым от чухонки, в крестьянской семье. Так что до смерти будет несчастный Павел смотреться в зеркало на свой странно приплюснутый нос и будет пытать её фаворитов, Понятовского и прочих, от кого он рождён. Странная будет династия, которая кажется тайной для самих себя. Но думаю, что здесь она слукавила, слукавила. Даже вот в этих воспоминаниях она осталась императрицей. Просто зная характер своего любезнейшего сына, она легко предполагала, что будет после её смерти, как он начнёт мстить. Да не о тех, кому мстить она думала, а о потрясениях государства. Она всегда думала о государстве. Так что решила ему солгать, чтобы не мстил. Нет, нет, у неё был такой характер отличницы. Она выполнила своё предназначение. Она сумела заставить этого несчастного олуха, своего мужа Петра, зачать этого ребёнка. Именно поэтому она так его не любила. это и было доказательством. Только сыну от очень нелюбимого человека вот можно так к нему относиться, как она относилась к этому Павлу. Никогда государственным делам его не подпускала, престол завещала внуку Александру. И когда могла, больно ему делала. Он безумно любил свою первую жену. И когда она умерла, она не нашла ничего лучшего, как письма ему показать. И согласно этим письмам Павел понял, что любимая жена всё это время жила с любимым его другом Крафом Андреем Разумовским. Нет, Крафу она ничего не сделала. Нет, она просто отправила его послом в Неаполь. Это и тогда было любимо. Посол вон. Вот в Неаполе наш Казановый развернулся. Он тут же соблазнил Неаполитанскую королеву Каролину. Это была сестра Марии Антуанетты. Так что все бурбоны стали умолять её забрать его, потому что несчастная Каролина становилась посмешищем. Выждала, а потом забрала. И для довершения юмора отправила его в Австрию, к двору уже умершей тогда императрица Марии Терезии, которая была матерью той несчастной Каролины. Вот там он сейчас и был послом. И в этом своём письме граф Ферзен и умолял её просить, просить через посла Андрея Разумовского Австрийский двор заплатить эти деньги этой несчастной баронессе Корф, которая все их истратила для того, чтобы помочь этой несчастной августейшей паре. он писал, что ну как-то негоже сейчас вот в эти дни революции платить бедностью и нищетой за преданность государям. Но она она не любила Марию Антуанетту. Она не любила, потому что та никогда не умела быть деспотом для самая себя, потому что та носила эту свою корону как модную прическу. А ведь она, она ведь все сама сделала. Все, все сама. Ей было 14 лет, она всегда помнила, как 14 лет было ей, когда ее привезли в эту страну, ни языка не знала, ничего, а потом поняла, что муж ее попросту говоря, олух. А потом этот олух стал ее ненавидеть, потому что она была умная, потому что красавица, потому что она всем нравилась, и вот этот свой комплекс неполноценности, он удивительно выразил, он взял в любовницу уродку, горбунью. Так что рано она поняла, что у нее впереди только две возможности. Или монастырь, когда он станет императором, или, вот про второе или она уже с 15 лет думала. Она такое сочинение забавное написала, портрет 15-летнего философа. И вот там эпизод был один, когда императрица Елизавета, которая уже стала опасаться эту хитрую, умную, маленькую девочку, стала опасаться, что станет ее любимым племянником, она прислала ей сказать, что решила Елизавета, императрица, выслать ее обратно, на немецкую родину. И она написала, я была равнодушна к своему мужу, и в общем это повеление должно было бы быть мне безразличным, но не безразлично уже тогда мне была российская корона. И вот тогда она 15 лет она начала готовиться. Она думала тогда уже вот чем как привлекать людей, чем управляются люди в этой стране. Нет, она знала нечестным словом. Нет, Жозеф де Местр будет прав, когда он писал, если купите бриллиант чистой воды, обязательно окажется с пузырьком воздуха, спички купите, и там не будет серы. Это она все поняла. Она тогда решила, что деньгами, поэтому все деньги, которые она получала от этой императрицы, она тратила на подарки, а потом поняла ложь. Здесь люди не управляются деньгами. Это другая страна. Здесь люди управляются страстями. И вот тогда она заметила этих братьев Орловых, четырех любимцев гвардии, и вступив в связь с Григорием, через эту постель она получила всю гвардию. А потом был тот летний день, та белая петербургская ночь, ночь переворота. Переворот произошел легко. Муж Петр, как послушный ребенок, которого отправили спать, уступил этот трон. Что-то надо с ним было делать, но она знала, что одно из основных правил мудрого властителя никогда не делать зло своими руками. И когда Алексей Орлов, брат Григория прислал ей эту записку, которую она хранила вот в этом кабинете, боюсь, как бы урод наш не за ним он ничего не ответил. И через некоторое время быстро уже прискакали с письмом вот с этой грязноватой бумагой, покрытой пьяными слезами, где он писал с пьяным юмором. Да и как нам решиться поднять руку на своего государя, но вот вышло. Беда. Поспорили они с князем Борятинским, ах, его и не стало. Бумагу это она хранила как доказательство своей невиновности. И завтра Павел, сын ее, прочет эту бумагу и первое, что сделает после того, как завещание ее уничтожит, эту бумагу бросит в камин. В девять утра она выходит из кабинета и, как всегда, и в это предпоследнее утро начинается ее туалет. Волосы зачесывает назад, обнажая вот этот высокий лоб, она одевает такое простое молдавское платье без украшений, потому что сейчас она императрица, северная семирамида. Северной миссалиной она станет после уже десяти вечера, а сейчас время для министров, теперь до десяти вечера и в обед она будет принимать своих министров. Тридцать четыре года она управляла страной, так что кой-какой скромный опыт управления Россией у нее сложился. Но прежде всего, что она поняла об этой стране, никогда нельзя слушать мнения людей друг о друге. Она говорила, если я послушаю одного министра о другом, то мне одного надо повесить, а другого четвертовать. Несчастный последний наш русский царь, он как раз всегда слушал людей, которым верим. Результаты были плачевные. Вот Дубенский его историограф писал, если я скажу государю, что суп пересолен, будет продолжать есть. Но если министр Фредерикс, министр двора, которого он так любит, скажет, тут же отставит. Вот она ела свой суп и отставляла его, только когда она сама себе говорила. Ее закон выслушать всех, а слушать только себя. Вот у ней были, они уже сейчас умерли, какие министры? Панин, это был вождь прогрессивной партии, сторонник западного влияния и всяческих реформ. И был рядом с ним Вяземский князь, ненавистник всякого западного влияния, ненавистник всяческих реформ и вождь ретроградной партии. Оба были. Панин был человек блестящий. Из задачи человека блестящего при ее дворе это было иметь собственное мнение и иногда возражать императрице. Князь Вяземский был человек исполнительный и в его задачу входило никогда не возражать императрице, никогда не иметь собственного мнения и все свои предложения объявлять вдохновленными идеями императрицы. Еще, что было очень важно, никогда не забывать сообщать ей радостные известия. Радостными известиями назывались известия о доходах. И как писал князь Щербатов, хотя эти известия о доходах в другом месте большие расходы вызывали. Она радовалась. Как она между ними выбирала, ну, я думаю, она действовала так, как в 16-м году завещал русской императрице русский мужик Григорий Распутин. Он так сказал, у нас правые дураки и левые дураки. Ты, мама, держись посередке. И еще это, конечно, реформы. Реформы. Вот сначала, ну, как любительница Вольтера, находившаяся с ней в переписке, любительница сочинения Монте-Скье, решила переменить все законы на Руси. Она собрала, ну, уложенную комиссию. Ну, по-нашему, законодательное собрание, считайте, думу. Депутатов выбрали. И начала ждать. Шесть дней заседали депутаты, решая, как отблагодарить императрицу, какой титул ей преподнести. И уже подумали было преподнести и титул Великая и Премудрая Матерь Отечества, но она попросила их не заниматься анатомией ее способности, а перейти к законам. И дальше состоялось. Депутаты спорили, депутаты ругались, но никак не могли принять ни одного нового закона. Например, депутат от купечества, он предложил целый ряд законов о купечестве, но в этот момент вышел депутат от дворянства и предложил заняться обсуждением очень важных в России случаев обморожения. Вот как с этим бороться? Два дня обсуждали, остался ворок документов. Она между тем сказала, что очень довольна действиями этой комиссии. Гримму написала. Почему? Я думаю, что к тому времени она поняла то, что вот писал и посол Сигюр. Вначале она же вся была в преобразованиях. Как писался тот же Сигюр, сразу одновременно в России флот строился, война была, новые ассигнации решали выпустить, судопроизводство изменить город, основать. В результате ничего не делалось. Поэтому она поняла, что в нашей стране лучшее это враг хорошего. Поэтому много перемен. Это значит никаких перемен. Поэтому она поняла, что разговаривать о реформах иногда важнее реформ, потому что страна очень огромная, и пока новый закон иногда дойдет до границ, просто этот законодатель уже умрет. Ну и о свободе, конечно, много говорила о свободе. Мадам, при вас надива свобода расцветет, писали ей учтиво Вольтер и Дидерот, скорее всего, шутила о свободе. Она ведь знала, что страна, у нее давняя традиция рабства, еще недавно только был закон принят о вольности дворянской, по которому хотя бы привилегированное сословие перестало быть рабами. И давать свободу в стране, которая к ней не привыкла, надо думать осторожно, это как человеку, который алкоголик никогда не принимал, сразу допьется. А потом был бунт пугачевский. Она его называла Маркиз Пугачев. Вот Маркиз Пугачев ей и показал. И вспомнила она эту великую формулу об этом духе Степана Разина, который до времени заключен в скале, но как облачко, как воздухом бунта повеет, так из скалы и выходят. И начинается вот тот бунт, который она видела. Поверьте, он не всегда бессмысленный, но всегда беспощадный. И усмиряла этот бунт. сразу написала «Много виселец будет в России! Много виселец!» И слово сдержала. Она знала, чтобы умерить эту страну, ее надо сначала усмирить и усмиряла. Пытки отменила, отменила, но пытки были. Тайную канцелярию отменила, отменила, но был Степан Иванович, о котором знал весь Петербург. Степан Иванович по фамилии Шишковский никакого особого чина не имел, но все знал, что происходит в городе. И как у кого вольнолюбивые очень мысли появлялись, блядь, Степан Иванович не наказывал, нет, он на обед приглашал. И бедолага приходил, они обедали. Степан Иванович ему и о вот этих вольнолюбивых мыслях и о прочих вредных поползновениях. За бедом так и докладывал, а потом как бы отворачивался, а тогда механики великие были, и стул с приглашенным начинал опускаться, опускаться, но не до конца, так что головка и плечи над полом были, а вот эта задняя, как мясники говорят, филейная часть, она поступала в распоряжение агентов Степана Ивановича, каковые штанишки снимали и сильно били, а потом снова персонаж за столом появлялся, и Степан Иванович продолжал как бы беседовать, как бы отвернулся, а сейчас к столу подошел, и хотя дворян запрещено сечь было, никаких жалоб, никаких жалоб не было, нет, управляла она со смыслом, пожалуй, только разочарование у нее было, ну, в отношениях с мрачными русскими литераторами, журнал Новикова пришлось закрыть, потому что из номера в номер все писали о взятках, но как будто они не знали, что в России взятки дуют как снег, без него земля просто выверзнет, она и обратилась и говорила, ну, что же из номера в номер-то сообщать о недостатках рода человеческого, как будто род этот человеческий столь должен быть совершенен, почему там о завоевании Крыма, о всех этих великих подвигах вместо этого не писать, закрыла журнал, решила свой открыть, ну, как бы тайна в нем редакторствовала, но знала, что в России все секреты, ничего не тайна, и позаботилась, чтобы эта тайна стала явью, после чего пригласила население сообщать о всех вопросах, которые возникнут, знала, что Европа поделится ее смелости, а от ненужных вопросов ее редакторство-то и убережет, опять не поняла, не поняла характера мрачных русских литераторов, и фан-визин уже начал задавать ей наш любимый российский вопрос, почему прежде было лучше, вот почему прежде достойные люди были у власти, а теперь многие отправлены в отставку, почему прежде шуты чинов не имели, а сейчас оглядишься и все имеют, она ответила, потому что в прежние времена свободы язычия было меньше, ну, и с Радищевым, конечно, с Радищевым, вот это первое ее движение, когда к смерти приговорила, есть эта великая формула, я оглянулся крест, меня и душа моя страданиями человечества и так далее, вот с этих слов и родилась русская интеллигенция, думаю, нет, думаю, русская интеллигенция родилась тогда, когда за слово приговорили к смерти, сделав слово бессмертным, так что впоследствии Радищев, вместо того, чтобы кануть в лету, как князь Щербатов со своим замечательным сочинением станет властителем дум будущих маркизов Пугачевых уже с университетским образованием. Еще она умела уважать национальное в стране, умела уважать, вот помнила, что еще в 17 веке, когда иностранец входил в дом, потом служили молитву очистительную после него, знала, что все эти петровские кафтаны, вся эта мишура, под ней наша боярская шуба в тело вросшее, так что и на богомолье ходила, и когда брат написал немец, что хочет в страну приехать навестить, ее написала, и без него немцев достаточно, не надо, не надо. Она чувствовала себя русской царицей, так что убив царя батюшку, она дала народу матушку. И она переписывавшаяся с Вольтером, Дидро, славившая Монтеские, а в разговорах, не в разговорах, она ругала все иностранное, издевалась над этой тогда модной франкоманией в журнале «Живописец». Не без ее участия была эта знаменитая пародия на русскую любовную записку того времени, на эту смесь французского с Нижегородским. Записка эта, правда, не очень отличалась от того, что было по правде эта пародия. Она была такая «Мужчина, притащи себя ко мне, я до тебя охотно, ах, как ты мне славен! в десять вечера заканчивался ее день, ложилась она рано, и, сопровождаемая последним своим тринадцатым фаворитом по счету, она отправилась почивать. Фавориты, фавориты. Ой, сколько будет об этом всем написано. Да, их было тринадцать. как она к ним относилась. Ну, вот, в царском селе она поставила три памятника. Один любимой собачке, второй герою, а третий умершему фавориту. Вот так она к ним относилась. Как собачкам, героям, все должны были ей служить. И взаимоотношениях с ними всегда оставалось императрицей. Совершенно есть очаровательное письмо, пишет Потемкин ей любовное, страстное письмо. Дозволь, матушка, обратиться, она, как помету на полях. Дозволяю. Беспокоюсь я в деле любви нашей, помета на полях. Будь спокоен. Потому что хочу быть у тебя в сердце один. Есть и будешь. Потому что никто так тебя не любил. Вижу и верю. Вот так она с ними и обращалась. Первый ее фаворит Григорий Орлов. Был же ведь у нее целых 11 лет. Она тогда знала эту традицию. Одной императрицы был Берон, у другой Алексей Разумовский. Она следовала. Уже через 4 года этот Григорий Орлов ей изменял. Она все знала и терпела и долго терпела. И решила сделать переворот галантным способом. она на театр военных действий Григория Орлова отправила мир заключать. И тут же в ее опочивальне новый фаворит появился. Второй. Как уже говорил, будет 13. А тогда Орлов тут же помчался в Петербург. И она нет, она все делала по правилам. Засов дополнительный на дверях опочивальне поставила. Вокруг Петербурга были расставлены караулы, чтобы не пустить туда этого Орлова. Это были такие караулы любви. И дальше поступила прелестно. Она начала плакать. Она плакала, собирая вещи этого прежнего фаворита. Одновременно она писала ему письма, очень немецкие письма, где она предлагала ему блага за то, чтобы он ее оставил в покое. Там перечислено все, количество крестьян, которые она ему дает, дома, которые она ему даст, и даже новый сервиз она ему обещала. И повторяю, рыдала. Все послы написали о ее рыданиях. Вот эти рыдания, они часто нас будут вводить в заблуждение, будут писать о ее невероятном горе по поводу смерти фаворита Ланского. Знаете, тогда цена рыдания была немножко другая. Вот когда ее наказ читали членам уложенной комиссии, они все рыдали. Когда она говорила о деяниях Петра в Казани, дворянское собрание рыдает. И она рыдает. Это чувствительность. И рыдает она бесконечно полонскому. Но очень интересно, как рыдает. Об этом она сообщила в письме Гриму. Несмотря на горе, писала она, я не оставляю без внимания ни одного из мельчайших государственных дел. А потом она написала о рыданиях. Рыдания были удивительные. Она писала, что разбита совершенно была, пока не пришли к ней двое мужчин, с которыми она вместе рыдала. Эти двое мужчин, с которыми она рыдала, этот коллектив рыдающий был очень интересен. Один из них Федор Орлов, это родной брат позавчерашнего любовника, а другой Потемкин, любовник вчерашний. И вот все они вместе в голос рыдают по поводу смерти Лацко. Так что особые были рыдания. Чувствительный век был. Нет, все они были для нее игрушками, эти тринадцать. Просто она была первая феминистка, пожалуй, и действительно все время писала, как я хочу вместо этой юбки иметь штаны. И вела себя, как французские короли, о которых у нас речь впереди. Она отошла ко сну в письмо, которое написал ей Ферзен. Она решила, не любила Марию Антуанетту, так что послу в Вене рекомендовала никаких официальных ходатайств, никаких, только дружеское посредничество. На следующее утро, на свое последнее утро, на вопрос, как почивала, она сказала, никогда приятственно так ночь не проводила, после чего пошла в гардеробную, то бишь, в туалет, и больше оттуда не вышла. Ну, а дальше читайте стихи нашего поэта, писала прозу, флоты жгла и умерла, садясь на судно. Там ее и нашел камердинер, она прислонилась к двери, тяжела была, и выволокли ее, и положили на Софьяновой матрас. На этом матрасе она умрет. Почему о смерти говорим ее? Поучительную смерть завещала императрица своему народу. Три человека были самые могущественные в ее царстве. Кригорий Орлов сумасшедшим умрет, даже не зная, кто он. Потемкин величайший богач на проезжей дороге на плаще скончается. И она великая императрица так и умрет, не приходя в себя на полу на этом Софьяновом матрасе. Так что не собирайте себе сокровищ на земле. Вот после нее и осталось это письмо графа Ферзена, которое хранило одну из самых галантных историй этого галантного века. 21 июня это случилось в 7.15 утра, как заметил на своих часах юный патчмейстер Друэ, в маленький городок недалеко от границы уже Франции ехало две кареты. Одна такой огромной, назывался Берлин, вид такой дилежанс почти, а вторая небольшая карета. Вот в этом самом дилежансе сидело несколько человек. Городок был далеко от Парижа, который тонул в этой революции. Ну и сюда долетали вот эта барабанная дробь парижских газет о том, что король собирается вместе с семьей бежать из Парижа. Так что юный патчмейстер Друэ, который был хороший гражданин и революционер, он внимательно следил за каждой каретой, которая проезжала мимо этого городка. И вот эта карета показалась ему очень подозрительной. В карете сидело три дамы, одна из них была очень хороша, мальчик и девочка, и толстый, приятного вида господин. Вот господин этот вызвал большие подозрения у патчмейстера Друэ, потому что был очень похож на изображение короля на 50-ти ливровой ассигнации. Но к полному разочарованию приявлены были документы. Оказалось, что путешествует русская баронесса Корф, а с нею вот эта очаровательная ее гувернантка, ее детей, воспитательница, и вот этот добродушный толстый господин, который был ее дворецким, неким Дюраном. Так что карета проследовала дальше по пути к городку Варену, а патчмейстер Друэ остался все-таки в большом подозрении. Как смеялась должно быть Мария Антуанетта, а это была она в карете, потому что в этот день она успешно сыграла свою вторую историческую роль. Первую роль она сыграла во дворце Трианон, в этом белом раморном золотом театре. Тогда пьесу сочинил господин Бомарше, а теперь вот эту удивительную комедию жизни сочинил для нее некий граф Ферзер. Этим летом в Париже я встречался с очаровательным шведом, который совершенно помешан на этом поразительном фантастическом я бы сказал графе. Он собрал все документы о нем и читал мне эти документы. Сейчас я пишу книгу об этой гибели галантного века. И иногда мне снится все, что он мне рассказал об этом графе Ферзене. Через 50 лет, по-моему, после этих событий в родовом замке Ферзенов его потомки найдут пачку писем, естественно, перевязанную красивой лентой. И Европа изумленная узнает об удивительной переписке, которая была между графом и Марией Антуанеттой. К тому времени уже революционная легенда об этой австрийской шлюке, полной порока Марии Антуанетти, которой ведь во время суда над ней ей было предъявлено обвинение даже в том, что она жила собственным сыном. Вот к этому времени уже эта легенда уступит другой очаровательной легенде о добропорядочной жене и замечательной матери, более соответствующей буржуазному 19 веку. Так что найденная переписка будет некоторым, ну, как бы сказать, шоком. письма будут опубликованы, там будет бесконечная любовь вот этого самого Ферзена к Марии Антуанне. Но все вот эти куски писем, где шла речь об ответной любви Марии Антуанне, и даже более того об их, ну, как это говорится, об интимных отношениях, были кем-то старательно вычеркнуты. Наследники объявили, что это сделал сам Ферзен. Но к началу 20 века, когда стало можно прочесть под вычеркнутым, письма были сожжены. И Цвейк, он обвинит наследником Ферзена в ханжеской добропорядочности и прочим, думаю, что он был неправ. Они, конечно, выполняли волю этого странного графа, который из-за гроба продолжал заботиться о чести своей королевы. Но как учил нас классик наш, рукописи, как известно, не горят. Так что было найдено вскоре еще одно письмо, где уже были слова Марии Антуанне для ее любви к Ферзену, и которая кончалась, божественно кончалась. Прощайте, мой самый любящий и мой самый любимый. Так что сомнения закончились и предстала перед всеми одна, наверное, ну, я не знаю, последняя рыцарская история, которая служит некоторым оправданием этого галантного века, страдавшего многими любовными излишествами. Граф Ферзен увидел Марии Антуанетту, когда им обоим было по 18 лет. Ну, он был молодой швед с блестящей фамилией шведской, знаменитой. Ну, как положено, он путешествовал по Европе, пополняя образование. Ну, куда ехал молодой человек в то время? Ну, конечно, в столицу философии, к Вольтеру. Ну, после этого, куда он ехал? Конечно, в столицу любви город Париж, в столицу галантного века. Вот после этого скучного своего Стокгольма он попал в это безумие. Это был космос, в центре которого была женщина, и все, все, все там ей только служило. Ну, чем занимались все тогдашние кавалеры? Да нет, они не думали о ратных подвигах, занимались тогда подвигами любовными. Все кавалеры хотели соблазнить дам, и все дамы хотели вовремя быть соблазненными кавалерами. Этот испуганный швед увидел совершенно новые отношения. Дети, которые считались еще в начале века божьей милостью, теперь назывались божьим наказанием. Матери не видели своих дочерей, сначала ими занимались кормилицы, потом их отдавали в монастырь, потом они выходили замуж. Брак стал каким-то очень странным учреждением. Его друг принц Лозен, вот тот самый Лозен, о котором наша Цветаева писала, плащ Казанова и Лозена, Антуанетта, домино, этот великий первый дон Жуан времени, он, когда он женился, ему показали вот эту самую молодую жену, он утром сказал ей, дорогая, мы сделали все, что от нас ждали родители, вы невинны, вы неопытны, мне это скучно, и он с ней попрощался. Муж ревнивый, муж, он был смешон, обманутый муж нет, когда из знаменитого французского вельможи бежит жена, что он делает? Он посылает за ней свою карету, не для того, чтобы настигнуть ее с любовником, и злой бог, просто сама мысль, что его жена будет путешествовать в какой-то наемной карете, ему страшно противно, ее любовник говорит, что это огромная честь быть любовником жены такого джентльмена. Адюльтер, вот этот венец галантного приключения, он стал публичен, дама о нем жаждет объявить, когда свершается вот эта ночь, то обычно дама стелет солому перед своим домом, чтобы все знали, что она боится шума экипажа, потому что в этом доме нужен покой. Утром она выходит с кругами темными вокруг глаз, и все ее подруги должны говорить ей, как вы утомлены. И вот в этот сумасшедший мир Содома и Гаморы попал этот швед, который уже с изумлением видит, как изменилась даже мода. В моде нежно-голубой, нежно-розовый, и они получают даже совершенно очаровательные названия, вот такие прибамбасы голландного века. Например, светло-коричневый цвет, в этот момент только что родился дофин, он называется цвет каки дофины. Так что, когда в опера этот бедный ферзен, немного сошедший уже с ума, увидел эту потрясающую маску, она двигалась божественно, она сразу была заметна в этой толпе, и когда она подошла к нему и начала попросту агрессивно ухаживать за ним сама, он удивился. Удивился он потом, когда маску отвели в ложу, и она сняла свою бархатную маску, и перед ним была жена дофина, Мария Антуанетта, вот эта красавица, которую он еще вчера видел на балу в Версале. Так состоялась эта встреча, он влюбился сразу на всю жизнь, он уехал из Парижа, а потом уже через несколько лет он вернется, и в толпе она сразу его узнает, и он поймет, что это не только он, она тоже, и опять ее придется уводить, и опять начнутся эти сплетни, и он поступит, как и в будущем, спасая честь своей королевы, обезумевшей от него королевы, он уедет в Америку участвовать в войне за свободу и независимость, и опять, опять вернется в тот же Париж, уже накануне революции, но вот тогда в свой первый приезд этот шведский граф не знал, что он приехал в страну, ну, как, я не знаю, сказать здесь поприличнее, ну, накануне национального унижения, точнее, в дни национального унижения, ну, вот были эти знаменитые французские короли, они воспринимали себя как центр вселенной, государство, это я, наша революционерка, императрица Екатерина даже сказала эту необычайно смелую фразу, в отличие от мнения, что Бог создал народы для своих королей, я считаю все-таки, что короли созданы Богом для своих народов, вот, государство, это я, французский король знал, что народ создан для него, Людовик XIV, ах, какой король, какие победы, какие победы на поле брани, но гордился он другим, гордился он тем, что он король и первый король галантного века, это, от него пошла эта фраза, столь загадочно звучащая в нашей родной стране, женщину можно ударить только цветком, это был необычайно галантный король, он все время находился в состоянии этой галантной гимнастики, когда он видел даже служанку даму, он приподнимал шляпу, а когда входила знатная дама, он эту шляпу снимал, и при этом, при этом, какое сердце, в нем царили, все время царила новая фаворитка, царствование госпожи Ментенон, царствование госпожи Монтеспан, причем некоторое время вот эти фаворитки, ну как при передаче эстафеты, когда бегут рядом, они одновременно царили в его сердце, есть эта знаменитая сцена, когда он отправляется на войну в саморешительный момент к действующей армии, он садится сам, садится, естественно, в карету королевы Франции, садится, естественно, новая фаворитка, и садится, естественно, старая фаворитка, и все эти три дамы, и король отправляются к армии, и армия в восторге, дух поднят, они одерживают великие победы, видя эту сексуальную мощь своего короля, ну и в дальнейшем были достойные галантные представители, вот, жил он очень долго, Людовик XIV, так, что любовные излишества не всегда ведут к раннему уходу из мира, уже успели умереть его сын, все внуки умерли, а он все жил, до престола вступил его правнук, а при нем был реген, правнук был малолетний, поэтому реген был герцог орлеанский, достойнейший человек, он сам сказал о себе, колесован на плахе наслаждения, потому что не было ни одной дурной болезни, которую он не получил бы, точнее, не заслужил бы, вот в этих любовных битвах, а его матери, французы, даже уже сочинили эпитафию при ее жизни, здесь лежит мать всех пороков, и после него и вступил наш Людовик XV, который царствовал, когда Ферзен появился в Париже, Людовик XV был тоже очень достойнейший король, очень достойнейший, какие фаворитки, мадам де Помпадур, это же не просто фаворитка, это стиль моды, стиль кресел, стиль мысли, какие замечательные мемуары она оставила, уже будучи покинутой, никакого компромата, а любовь к королю, потом под старость он старел, он основал этот знаменитый олений парк, там в домиках жили девочки, которых любил король, так что вспомним некоторые заблуждения нашей несчастной Екатерины II, они, поверьте, невероятно провинциальны по сравнению вот с этим галантным размахом Людовика XV, талантный парк назывался вместе меню удовольствия и как положено гурману, король редко просил подавать ему второй раз одно и то же блюдо, но в конце жизни какое пиршество любви появилась госпожа Дюбари, правда у ней было несколько особое прошлое, в котором ее встречали много французских дворян и даже палач Сансон, который в будущем отрубит ей голову, тоже был ее любовником в период, в период, когда она была молода, потому что когда она была молода, она была просто шлюхой, но все, к чему прикасается король, это мы должны запомнить, это священно, она стала фавориткой, она стала священной, и весь французский народ радостно запел, ах, плутовка старого развратника распалила ловко, и вот надо же, чтобы после таких королей случилось такое, Людовик, будущий Людовик 16, а тогда дофин, он женился из скучнейшей Австрии от добропорядочной императрицы Марии Терезии, тоже великая императрица, приехала ее дочь Мария Антуанетта, но состоялась эта ночь короля, начало этой ночи как бы публично, все входят в эту спальню, потому что ну, абсолютизм это огромный театр, где на сцене все время король, окруженный аплодирующими зрителями, все публично, туалет короля, еда короля, кто этот господин, который со шпагой шествует для того, чтобы разрезать королевское мясо, эту великую честь осуществить, это помарше, он недавно купил себе титул инспектора королевской трапезы, публично даже роды королевы, когда королева рожает, принцы крови становятся на табуреты, на стулья и смотрят, смотрят, а утром после этой ночи будущий король Людовик XVI записал эту зловещую фразу «Ничего» и поставил клякс. Ну, я думаю, это страшно сказать, что с этого момента началась революционная ситуация во Франции. После таких королей этих гигантов любви появился король, который не может. И послы начали писать отчеты своим государям. Оказалось, выражаясь языком галантного века, вот эту стрелу Амура король не мог послать в Колчан по причине некоторых проблем со своей крайней плотью. в решающий миг галантного века эта сросшаяся плоть причиняла ему большую боль. Нужна была самая маленькая операция, но он не хотел. Вот не потому, что боялся, как будет потом написано, нет, он был такой очень особый человек, этот несчастный французский король. он был очень похож на нашего последнего царя. Это был очень замкнутый человек, который чувствовал свое предназначение погибнуть. И вот вся эта шумиха, которая поднялась вокруг его, вот этого стыдной ситуации, она была ему страшно тягостна, он пытался ее избегать, он все стеснялся несчастный, и поэтому он так любил охоту, и поэтому целые дни он проводил там, у него была такая комнатка наверху в Версале, откуда он молча смотрел на двор, и где он слесарничал, вот, когда изобретут гильотину, придут к нему, и он сделает этот последний чертеж лезвия, этот слесарь-специалист, лезвия, которая опустится вскоре ему на голову. В продолжении семи лет, семи лет, эта несчастная его жена, она была как на плахе на этой королевской кровати, семь безуспешных лет, постыдных лет. Мне немножко совестно останавливать ваше внимание на проблемах крайней плоти короля Франции, который давно умер, но в этом вся прелесть абсолютизма, нам, у которых абсолютизм был бог знает сколько времени, должно быть понятно, что в этом очаровательном строе все важно. Пищеварение монарха, что происходит в постели, от этого зависит судьба целых народов, от этого зависит судьба Европы, так что действительно революционная ситуация. Ну, а если серьезно, то случилось самое страшное. В это время по правде вступил на престол слабый король. Вот трагедия сильных властителей, то, что они как бы предопределяют будущую гибель своей династии. Вот был Людовик XIV, могучий король, Людовик XV мощный был король, а тут вступил на престол добрый человек. И сразу началось. Ну, что началось, вот есть такое стихотворение совершенно очаровательное о восстании наших декабристов. Звучит оно приблизительно так, вы помните по школе. В Париже сапожник, чтоб барином стать, бунтует, понятное дело. У нас революцию делает знать, в сапожнике что ли захотело. Так вот это ложь. Революция всегда начинается во дворцах. Сапожники приходят потом. И вот тогда, когда они поняли, что слабый король и герцог Орлеанский в поле рояле, и в Люксембургском дворце, и граф Д'Артуа, младший брат короля, и граф Прованский, второй брат короля, начались эти игры. Началось это создание оппозиции. И они будут теперь раскачивать эту лодку. Они будут ее раскачивать смело, до тех пор, пока она не перевернется и накроет их самих. И самое поразительное, что главный персонаж, при помощи которого они будут раскачивать эту лодку, главная виновница будущего крушения престижа империи, будет женщина. В нашей стране это была Александра Федоровна, и ее несчастье, эту историю с Распутиным будет пользовать оппозиция, пока она не уничтожит престиж династии. Так и здесь, в центре будет женщина, эта несчастная Мария Антуанетта. Вот если говорить, ну, кто из того века мог бы с легкостью такой шагнуть в наш век, ну, конечно, это она. Она с ее презрением ко всякой важности, с ее ненавистью, ко всяким условностям, и с этой ее невероятной грацией, с проницательным очень острым умом, при том, что она не прочла, по-моему, после свадьбы ни одной книги. Потом ее будут много играть. Боже мой, как они жалкие и ничтожные, потому что, чтобы ее сыграть, нужно быть Мария Антуанеттой, это было, вот это, было это опасное электричество, это было это совершенное тело, которое в течение семи лет жило в этом страшном состоянии этой неудовлетворенной страсти, этой семилетней постыдной девственности, причем окружена она была самым страшным пороком во Франции. Все эти великие дон-жуаны, принц Лозен, граф де Артуа, младший брат короля, этот первый дон-жуан Франции, второй дон-жуан Франции, все они там, они слетаются, как бабочки на огонь, потому что это все притягивает, и начинается эта бесконечная галантная игра, это существование на острие ножа, это все время идут эти галантные выпады, это попытка соблазнить королеву, она выходит для того, чтобы садиться в карету, Лозен во дворе стоит, ее ждет, моментально он падает на землю и становится галантной ступенькой, по которой королева шагает в карету, там было много чего, иногда она не выдерживала, и Лозен в своих мемуарах потом опишет, как однажды она сама вдруг бросается к нему и обнимает его, и потом, разрыдавшись, отталкивает и убегает, так она жила, и все это происходило под аккомпанемент скучнейших писем ее матери, этой милой великой императрицы Марии Терезии, которая все время хотела объяснить то, что знала Екатерина, монарх должен быть деспотом прежде всего для самого себя, да, это скучно представительствовать, но ты должна, а она не понимает слово должна, для нее самое страшное как она скажет в жизни это скука мать пишет опять, опять ты соорудила эту удивительную прическу, эту чудовищную прическу, о которой говорят газеты всей Европы 26 дюймов твоя прическа, а еще наверху перья, да что прическа, она грудь свою божественную сделает бессмертной, отольет в форме бокала, этот бокал подарит графу Д'Артуа, и вся Франция об этом будет вскоре знать, потому что любой ее шаг, любое ее безумство пользует оппозиция, а мать все пишет, ты окружила себя ужасной компанией, зачем это Жули-Полиньяк, кто это такая, ты опять играешь в азартные игры, побойся Бога, а она, она увидела эту Жули-Полиньяк, эту красавицу с фиалковыми глазами, она обожает все красиво, ну пусть Жули, у нее сложная репутация, пусть она самая бедная, она ей нравится, она делает ее ближайшей подругой, и тут же двор бежит, он начинает ненавидеть полиньяк, и наступают слухи, какие, а вот те самые, которые были у нас в России, об императрице Александре Федоровне, о сексуальной патологии, ее дружбы, с вырубовой, ее ближайшей подругой, кто это написал? Не революционер, не масон, нет, это написала генеральша Богданович в своем дневнике, глава правого салона, жена ктитора Исаакиевского собора, вот тоже было здесь, будет опубликован тайный список, который будет ввезен из Англии во Францию, этот революционный памфлет, 34 любовника ей припишут этой несчастной Марии Антуанетти, и среди них будут и дамы, и кавалеры, все было, все было, и мать пишет, боже мой, ты истратила на сережки 200 тысяч ливров, на эти деньги может жить семья в течение, да какие сережки, она задумала построить дворец, Трианон, это был такой маленький дворец для любовных свиданий Людовика XV, она превратит его в мир, это будет мир Рококо, где она, королева Рококо, законодательница моды, будет существовать, там разобьют сады, сюда свезут деревья со всего мира, там будут построены вот эти голландские хижины, где будут все эти кавалеры играть в эту идиллию, сочиненную господином Руссо, которого они не читали, и заниматься флиртом, а там, там далеко за стенами Трианона будут эти глухие, полунищие французские деревни, истощенные налогами, потому что Трианон разрушит французский бюджет, ее назовут мадам-дефицит, и люди будут приходить вот эти рантье к министру финансов и говорить, я не могу жить при этих налогах, а он будет отвечать, а это совсем не обязательно. Так она жила, так она веселилась накануне революции, забыв это правило королей, быть деспотом для самой себя прежде всего. И в одном из писем она пишет матери об этом бедняге. Иногда этот бедняга являлся в Трианон, нарушая это веселье бесконечное. Была специальная вышка, где должен был стоять дозорный, чтобы следить, когда покажется этот бедняга. Бедняга этот был король, он уже как написано было в дипломатических письмах, сделал операцию и обрел голос. Она уже родила ему детей. И хватит. И теперь он приходит и мешает этому веселью. Бедняга, пишет она матери. И мать напишет, может быть, самое страшное письмо. Она напишет, я не хочу дожить до этой катастрофы, которая непременно случится в стране, где беднягой называют французского короля. Трианон остался, остался. Но если вы туда придете, сейчас осталось хижины. Ну, так вы увидите скучный дворец, парк не очень хорошего вкуса. Почему? А потому что это была декорация, которая оживляла одна женщина, которая играла на этой сцене, которая делала ее божественной. Это была все та же Мария Антуанетта. И наигравшись в этом парке, в этом великолепном парке, созданном ее очарованием, она решила играть и на сцене. В Трианоне был создан этот знаменитый театр. вот этот беломраморный с золотом. И там она придумала сыграть комедию некого господина Бомарше, что было очень странно тогда играть этого господина в театре, в Творцовом театре, в Королевском, так сказать, театре. Потому что этого господина в то время была очень смутная репутация. А еще почему? Потому что он был автор, автор пьесы, которая была запрещена. Но да, он тогда был самым модным человеком в Париже. Он написал тогда, после Севильского Цирюльника, который имел большой успех, он написал свою «Женитьбу Фигару». Вначале пьеса называлась «Безумный день». Это был действительно безумный день, а точнее безумный мир, который он там описал. Это был удивительный мир, как справедливо говорил его герой, где надо смеяться, чтобы не заплакать, потому что если вам надобен счетчик, счетовод, на это место обязательно возьмут танцор. И еще его герой все время удивлялся, он говорил, «Ну почему вокруг все хапают, но почему-то от тебя одного требуют они честности». Это был мир такой безумный, когда он идет к катастрофе. Король написал, может быть, одну из самых умных фраз по поводу этой пьесы. «Если ее разрешить и быть последовательным, надо разрушить Бастилию». Господин Бомаршепт сказал, «Я поставлю эту пьесу, поставлю хоть Ноттердам». Почему он знал? А потому что в это время он был моден, а король был не моден. И было модно не любить короля, и было модно делать вот эту любимую козу королю. И кто этим прежде всего занялся? Мария Антуанетта. Игра в Одрей, этот любовник ее подруги Полиньяк, начал репетировать же ведьбу Фигаро, играть хотел роль Фигаро. Они нажали, и этот несчастный король, ну как наш последний царь, который часто соглашался на безумные предложения своей бедной жены, так и он разрешил эту пьесу. И был этот спектакль, где сидели эти принцы крови все, сидели эти великолепные женщины, это был струящийся поток драгоценностей, и все они аплодировали этого Фигаро, который скоро уничтожит их дворцы и отправит их самих на гильотину. Похоже. Ну а потом она сыграла в театре Трианон, она сыграла Рузину, конечно, в севильском цирюльнике, это была возможность одеть этот замечательный туалет от мадам Бертен. Во втором акте, она, говорят, была совершенно обольстительна, и в зале сидел вот этот сомнительный дроватур Бомарше, и ему дано было самое великое увидеть, как они играют то, что он бросал им в лицо, увидеть их аплодисменты, услышать слова, которые сказал он, и которые не смело произнести вся Франция. А потом был ужин. Вот сейчас я и пишу об этом ужине. Это был очаровательный ужин в самом конце августа 1785 года от Рождества Христова вот в этом дворце Трианон. Ужинали двое. Ужинал драматург, Бомарше и актриса, сыгравшая роль Мария Антуанетта. Она его спросила, как пишет барон Гримм, как она сыграла свою роль. Он ответил, как и положено драматургу, вы сыграли вашу роль по-королевски. Но автор Фигаро отлично знал, что за несколько дней до премьеры произошло опаснейшее событие, которого не заметила эта несчастная легкомысленная женщина. И вот то, что случилось накануне премьеры в день особой 13 августа, вот это и было самое страшное может быть для нее. но Бомарше этот большой, как мы узнаем дальше, специалист по компромату оценил это событие. Ну а теперь о самом событии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...